минуточку внимание ну чё опять не так только начали веселиться вы можете помолчать минуточку послушать учителя макса говорите учителя макс спасибо мэнди ты самый лучший администратор ребята я надеюсь вы не забыли про самую страшную ночь в кампусе да каждый год на хэллоуин мы собираемся все вместе чтобы рассказать друг другу самые страшные истории жизни страстные истории моя самая любимая часть хэллоуина если чё я новенькая в кампусе я не знала что надо будет рассказывать истории оливия если тебе во время истории будет страшно ты можешь обнять меня спасибо халк блин я уже начинаю бояться фрэш у тебя есть история которую ты расскажешь нет а у тебя поночка нет ну чё пацаны напугаем кампус напугаем лузеры надеюсь вы взяли с собой памперсы потому что вы первые кто описываетесь от моей истории громила сам не описывайся чё ничего ребята до полуночи осталось 20 минут не опаздывайте сразу говорю нытики и трусы могут не приходить макс у меня есть одна очень страшная история который я хотел тебе давно рассказать но все никак не было времени сегодня как раз расскажу чак если ты расскажешь потому что укусила собака за попу это неинтересно пойдем мэнди нет макс не за попу за другое место ты будешь в шоке ребята тусим дальше ребята у нас для вас классная новость специально для вас для наших любимых подписчиков мы выпустили свой крутой мерч капуса фирменные бейсболки крутые чехлы для ваших телефонов а это кстати я стильные жилетки красивые удобные пеналы для ваших ручек и карандашей чпунь комфортные худи и конечно же вместительные рюкзаки но это еще далеко не все больше мерча вы можете увидеть переходя по ссылке в описании этого видео выбирай заказы и свои частички банды компусят ну что ребята я вижу что все в сборе значит пора начинать самую страшную ночь в кампусе кто хочет рассказать свою историю первым я очень хочу можно я расскажу найс ты че делаешь от тебя пахнет кровью чувак ну что ребята послушаем оливию слушайте я начинаю рассказывать жила-была самая обычная семья мать дочь и сын и однажды мать отправилась на вечеринку хэллоуина и когда она вернулась домой она обнаружила у себя на лице огромное красное пятно и она никуда не исчезала с каждым днем становилось все больше и больше и и однажды она охватила все лицо женщину и она умерла и перед смертью она успела сказать последние слова своим детям никогда никогда не ходите на кладбище в ту же ночь мальчик услышал голос своей матери который звал его на кладбище и он пошел туда но не вернулся и на следующую же ночь девочка тоже услышала голос чей это голос был это был голос их матери которая звала ее тоже на кладбище мамочки мне страшно я сейчас описываюсь не надо дальше рассказывать баба если тебе страшно то вали отсюда зилан давай обнимемся чтобы мне не страшно было я не буду тебя обнимать вон попроси гуфи гуфи давай обнимемся окей не проблема лузере можно потише оливия вообще-то историю рассказывает итак дальше девочка послушалась она пошла на кладбище и там она встретила свою маму в белом платье и с красным лицом когда она подошла поближе она поняла то что это всего лишь маска и захотела ее снять но маска приклеилась к лицу девочки так мать сняла проклятие она поцеловала девочку в лоб и ушла домой а девочка до сих пор ходит по кладбищу с красным лицом и пугает людей спасибо оливия это была очень страшная история оливия это правда или ты выдумал эту историю конечно же правда эта история произошла с моей бывшей подругой о май гад я следующий расскажу свою страшную историю давай гремила напугай нас всех мы с друзьями пошли на речку купаться там мы веселились ныряли и вдруг кто-то схватил меня за ногу вот так ай халк больно и утащил меня под воду малыш халк начал тонуть заткнись не смешно балбес знаешь как мне было страшно да реально так не мешай дай дослушать историю короче я начал тонуть и стал кричать помогите помогите но меня никто не слышал блин могу просто взять и уплыть ага уплыть мне было пять лет я не умел плавать если чё малыш дилон уже в три года начал плавать в майами бич блабу короче когда я оказался под водой я увидел зеленого человека с вот такими зубами зеленых людей не существует блабу он укусил меня за руку и не отпускал халк тебе было больно? ага а он тебя сильно укусил? да вот так ай халк больно ты чего? но я сумел выбраться но потом произошло кое-что неприятное что халк? я потерял трусы и мне пришлось идти домой без трусов бедный халк без трусов пришлось идти домой спасибо халк твоя история была даже чуть-чуть веселой кто хочет еще рассказать? я я я моя история будет очень страшная но она вам понравится эта история про проклятую куклу в черном платье в черном платье помка чему ты удивляешься? просто у меня в детстве тоже была кукла в черном платье можно потише? я вообще-то историю рассказываю если что эту историю рассказывает моя динь-динь поэтому не перебивайте а кто перебьет я вам сделаю сам динь-динь одной девочке мама запрещала покупать куклу в черном платье но однажды девочка пошла в магазин чтобы купить куклу все куклы были страшные только одна была красивая и она была в черном платье девочка купила ее и принесла домой зачем она купила куклу в черном платье и принесла домой? ей же сказали не покупать может ей захотелось да подождите вы слушайте дальше вечером она легла с ней спать но ночью мама услышала крики девочки мама пошла к ней в комнату и увидела что девочки нет на кровати мама заглянула под кровать и там была кукла в черном платье с лицом этой девочки ааа мамочки мне страшно так все если он еще раз крикнет как девчонка я ударю его своей битой если честно у меня аж мурашки по телу пошли я представил себе эту куклу и мне стало страшно спасибо лаура давай кто-нибудь другой расскажет историю учитель макс а можно я расскажу свою страшную историю ну давайте послушаем пазла только пожалуйста не рассказывай всякую фигню короче моя история очень страшная поэтому не перебивайте и слушайте внимательно одна семья купила очень большой и старый дом в этом доме была черная страшная комната в которую никто никогда не заходил однажды мальчик который живет в этой семье сошел в эту комнату чтобы узнать что там там было очень темно блин ну вот начались истории про темноту а я так боюсь темноты чуть-чуть а я уже давно не боюсь темноты я тоже везет вам вот и дэнс секун а я когда захожу в темные места всегда беру с собой биту чтобы если чё я же попросил не перебивать короче когда мальчик зашел в комнату он включил фонарик на телефоне хм а какой телефон был айфон или андроид я не знаю какой был телефон но он был с фонариком в общем когда мальчик зашел в комнату он включил фонарик на телефоне и увидел большое красное пятно на стене он попытался стереть это пятно но у него ничего не получилось тогда он сказал родителям они заклеили его обоями ну и пятно поступило сквозь обои наверное красное пятно это была кровь Гуфи откуда ты знаешь может быть это был кетчуп это был не кетчуп а кровь затем каждую ночь в доме стал кто-то умирать а пятно после каждой смерти становилось все ярче пазл это было реально страшно давайте поаплодируем пазлу обращайтесь я знаю много таких историй пазл ты балабол и твоя история неправдивая да что-то на ложь похоже я я не вру это вообще-то произошло с моими соседями даже в новостях показывали этот поклятый дом все ребят мне что-то реально жутковато стало я думаю на сегодня хватит страшилок ребята напишите в комментариях чья история вам понравилась больше всего ставьте лайки пишите комментарии ждите наши новые серии всем пока а